Привет! Сейчас мы находимся в Оренбургском аэропорту, а уже через часа два-три мы будем в Москве на шестом всероссийском масс-конгрессе. Это форум для медийщиков, для студенческих СМИ. Мы там уверены, что узнаем кучу полезной информации, расскажем ее тебе и, возможно, в следующем году ты тоже поедешь на этот форум. Привет, а мы уже на всероссийском конгрессе молодежных медиа. 650 человек собрались, чтобы в течение четырех дней получать знания, навыки, скиллы, которые потом будут применять на практике. Сегодня первый день маст-конгресса и мы приехали на первую экскурсию в институт кино и телевидения ГИТР. Это не государственное учреждение, где учат снимать, монтировать, писать тексты и сценарии, учат звуку и музыки, рисовать, создавать декорации и компьютерную графику. Студент УГУ, если ты думаешь, что у нас сложная пропускная система в университете, то посмотри на вот это. Это пропускная система в каждую дверь этого института, то есть в целом чисто теоретически ты можешь зайти на лестничную площадку и никогда отсюда больше не выйти. Обучение проходит на собственной студии института и на федеральных и региональных каналах. На ваш взгляд, что ждет медийщиков и вообще сферу медиа в ближайшие пять лет? Я думаю, что в ближайшие пять лет, так или иначе, медийщики будут совершенствоваться в производстве, в качестве создания аудиовизуального контента. Это необходимая реальность, которая сегодня назрела. Время низкого качества контента, оно закончилось. На форуме участники посетили мастер-классы от топовых экспертов СМИ, смогли погрузиться в медиасферу за более чем 30 часов, получили кейсы и различные решения по направлению медиа, а также съездили на многие интересные экскурсии по столице. С какой организации ты приехал? Я из города Новосибирска. Это НГАС УСИБСТРИН. Новосибирский государственный институт строительный университет. Студенческая медиа под названием СИБСТРИН ТВ. С Сибирского государственного университета путей сообщений. С города Тул. Молодежный медиа-центр Тирекс. Я из медиа-центра КГУ. Город Кострома. Костромской государственный университет. Мы с организацией РЕМЕДИ. Это медиа-центр Люберецкой таможенной академии. Санкт-Петербург, университет ЭТМО. СМИ, Мегабайт. А вот и места, куда можно сходить в Москве. Конечно же, это, ну, в первую очередь, Красная площадь. Ну и, конечно же, зимой можно сходить на каток НАВА ДНХ. Здесь он большой и очень-очень красивый. Главное, забронировать билет заранее. Или просто погулять пешочком. Улыбаюсь людям в ветра, чтобы поднять ее настроение. Девочка, ну, поголодно. А парне понравилось. А вот и закончилось наше маленькое путешествие. Мы уже летим домой. Все дни форума позади. Будем делиться полученными знаниями с коллегами. А ты помнишь, что в России проходит много форумов, где можно получить классные, хорошие знания бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова